Добрый день, это Леонов Сергей, психолог и автор интернет-проекта осознанное питание.рф Сегодня мы продолжаем с вами разговор, цикл, точнее, видео по ту сторону расстройств пищевого поведения И разговор сегодня пойдет про еще одно неофициальное расстройство пищевого поведения, а именно про дранкорексию Почему неофициально? Потому что пока данное расстройство не включено ни в МКБ-10, ни в ДСМ-5 Это два, собственно говоря, основных международных руководства, к которым апеллируют специалисты в области ментального и соматического здоровья Но опять же все меняется, возможно, через какое-то время оно будет включено В то же время специалисты по РПП используют этот термин, этот диагноз Потому что дранкорексия это расстройство, отличающееся и от классических, анорексии, булимии, приступообразного переедания других И от других неофициальных, типа орторексии, например Собственно говоря, чем же оно отличается? Давайте с вами сейчас поговорим Несколько ключевых признаков Первое, то, что как раз заметнее всего отличает от других расстройств Это злоупотребление алкоголем Подчеркну, что речь идет не просто про периодическое употребление алкоголя Которое может совершенно никаких не иметь последствий для здоровья физического и психического Когда человек выпивает просто на праздники, рюмку вина, условно говоря Речь идет про злоупотребление То есть про достаточно частое употребление Это может быть употребление в достаточно больших количествах И с явными последствиями. Еще один признак, специфический как раз таки для всех, точнее не специфический для транкорексии, характеризующий все РПП, это обеспокоенность внешним видом. Здесь может быть и обеспокоенность весом как таковым, внешностью в целом, какими-то ее аспектами, желанием похудеть, желанием убрать именно жир. В целом быть стройным или быть стройным. Также это ограничение в питании, но не просто ограничение в питании, а с целью компенсировать, либо компенсировать калории, которые человек получает от алкоголя. Ну то есть раз я злоупотребляю алкоголем, много пью алкоголя, хотя человек обычно, который это делает, не думает, что он именно злоупотребляет. Он просто не хочет, чтобы еще дополнительно лишние калории поступали, и тогда, как вариант, видит ограничение пищи. Либо я ограничиваю питание с целью усиления влияния алкоголя на мою психику, чтобы эффект от алкоголя был сильнее. Ну в принципе всем известно, что если выпить на голодный желудок, то там опьянение у многих людей, оно наступает, например, быстрее и может быть более выраженным, чем если это сделать на сытый желудок. Ну и еще одна особенность это интенсивные физические нагрузки или вызывание рвоты с целью, опять же, компенсировать ту еду, которая все-таки в организм поступает, ну и тот алкоголь, который поступает. Потому что алкоголь, безусловно, содержит калории. Прежде чем мы с вами перейдем к описанию того, какие особенности есть у дранкароксии, чем конкретно она опасна и так далее, давайте посмотрим на одну реальную историю. Хотя таких, конечно, гораздо больше. Это история Линдси Холл. Я не буду ее зачитывать, вы можете прочитать, да, просто поставить все на паузу, на компьютере или в телефоне прочитать. Но эта история достаточно показательная. И когда вы ее прочитаете, я думаю, вы поймете, в чем, собственно говоря, особенность именно дранкароксии. То есть в чем опасность, опять же, достаточно высокая. Поэтому я просто немножко перематываю, чтобы вы могли сделать паузу, прочитать. Каждый читает в своем темпе. К сожалению, в русскоязычном сегменте интернета мало очень можно найти таких историй, если не сказать, что практически вообще не найти в публичном пространстве. Но в англоязычном сегменте достаточно. И вот внизу там есть сайт, собственно, самой Линдси об РПП, о том, как она ислечилась и что ей помогло. И в том числе вот про эпизод с дранкароксией. Если говорить про факты, то, конечно, это расстройство исследовано гораздо-гораздо меньше, чем классические РПП, амороксия, булимия, приступообразное передание, чем ортороксия, чем бигароксия. То есть буквально счет идет в пределах не более сотни исследований, по крайней мере, если говорить про популярный портал PubMed. То есть не более сотни. И то, надо сказать, что это исследование с очень разными выборками. Где-то они достаточно большие, где-то маленькие. Поэтому говорить о том, что мы сейчас, на данный момент, понимаем, как устроено это расстройство, какова его специфика, гендерные отличия и так далее, конечно, рано. Но, тем не менее, некоторые исследования есть и определенные моменты очень так пока аккуратно можно обозначить с пометкой, что это требует уточнения. Так, например, в одном из исследований обнаружена связь между повышенным уровнем кортизола, так называемого гормона стресса, и дранкароксией у женщин. Причем я сейчас говорю про исследования последних 10-15 лет, то есть достаточно современные. Ну, до этого, собственно говоря, дранкароксию даже неофициально не выделяли как расстройство. 34% молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет сообщили, что ограничивают употребление калорий перед употреблением алкоголя. Причем выборка вот в данном исследовании достаточно большая, 4000 человек. А студентки колледжа, использовавшие мобильное приложение Snapchat, могут быть подвержены большему риску дранкароксии. Ну, надо сказать, что я думаю, это относится не только на самом деле к Snapchat приложению, да, просто здесь конкретно его брали. Есть исследования по поводу других РПП в связи с Инстаграмом, в связи в целом с социальными сетями, что использование социальных сетей, активное серфинг, да, подписывание на паблики, оно достоверно увеличивает вероятность развития расстройств пищевого поведения. Повышенная тревожность, неумение регулировать эмоции является преддикторами дранкароксии среди молодежи уже вот от 15 до 20 лет. То есть, по сути, если человек не обладает навыками эмоциональной регуляции, это будет одним из факторов, который может привести, способствовать, точнее, развитию вот этого расстройства. Это достаточно важная история. Среди девушек встречается примерно в три раза чаще, чем среди юношей, в то время как, например, анорексия встречается и булимия в 10 раз примерно чаще, да, то есть здесь разница не такая существенная, хотя все же она есть. Вот еще одно исследование, там результаты говорят о том, что примерно 16% подростков ограничивают свое питание, чтобы сохранить калории для алкоголя. Здесь именно про подростков речь. 46% женщин и мужчин из выборки почти 3,5 тысячи намеренно изменяют свое пищевое поведение перед употреблением алкоголя. То есть, по сути, если человек знает, что там предстоит вечеринка какая-то, праздник, где он будет употреблять, то он намеренно как-то изменяет свое привычное пищевое поведение. Допустим, он может отказываться от какого-то приема пищи, уменьшать его калорийность, выбирать какую-то менее калорийную еду и так далее, да, именно в связи с тем, что предстоит употребление алкоголя. Ну и надо сказать, что, к сожалению, пока большинство исследований проведено на выборках подростков и студентов, поэтому понять особенности этого расстройства взрослых, ну, затруднительно. Можно что-то экстраполировать, да, но тем не менее со многими оговорками. Если говорить про особенности, опять же, они мало исследованы, поэтому можно выделить несколько, они, может быть, такие более поверхностные, более очевидные, но тем не менее. Во-первых, чаще всего действительно это встречается расстройство у студентов, реже все-таки у подростков и взрослых, и этому есть несколько объяснений. Почему, например, у подростков меньше, у взрослых тоже меньше, а у студентов вот как бы пик, собственно, этого расстройства в плане численности. Во-первых, студенческие годы, особенно там первый курс, да, первые несколько курсов, знаменуются больше степенью, гораздо по сравнению с школой, больше степенью свободы, и в то же время, ну, когда уже не подросток, да, уже там юноша, девушка, студенты, да, обладают большей степенью свободы, у них там развязаны руки, они меньше зависят от родителей, но в то же время еще есть дефицит внутреннего такого локуса контроля, как говорят психологи, да, или самоконтроля уровня осознанности, и это вот одним из таких будет факторов, да. Другой момент – это вливание в новую среду, в новую среду, где есть свои привычки, свои правила. И все-таки, если школьная среда, пусть даже старшей школы, да, там есть больше контроля со стороны учителей, со стороны там администрации и так далее, то понятно, что в университетских городках, особенно то, как это принято там в Европе, в Америке, да, там это более такая свободная среда по сравнению со школой, со своими традициями. Алкоголь, ну, практически одна из основных, да, вот вещей в таких традициях. Вот. Соответственно, отказаться от этого трудно, трудно как бы быть вне этой традиции, да, никак не соприкоснуться с этим. И в то же время, еще один фактор, связанный именно с этим возрастом – это желание походить на сверстников в сравнении себя со сверстниками. Мода вообще на стройность, да, вот, которая рождает эту обеспокоенность относительно своего веса и своей внешности. Вот. Я думаю, что если говорить про Россию, то не сильно будет отличаться вот эта особенность, да, просто у нас исследований вообще нет, ну, то есть, либо они есть, но не опубликованы, потому что я достаточно много смотрел материалов, вот. Вот. Хотя очевидно, что студенты у нас есть, да, и культура вот эта вот… Особенность, да, это употребление алкоголя у нас тоже есть, может быть, даже в большей степени, но вот это такое огромное поле для исследований, по большому счету. Еще одна особенность – это более высокий риск развития алкогольной зависимости и соответствующей трудности в лечении. Почему более высокий риск, понятно, потому что, ну, реально человек больше употребляет, да, алкоголь и чаще. Соответственно, чисто физиологически это может привести к химической зависимости в первую очередь, ну, а потом уже и к психологической. И по большому счету вот к полноценной такой алкогольной зависимости. Во-вторых, меньше гораздо специалистов, которые готовы, могут, способны одновременно помогать, человеку, ну, фактически, с двумя такими расстройствами – с алкогольной зависимостью, да, и с ограничением в питании, в пищевом поведении. То есть здесь надо гораздо больше учитывать разных аспектов, большими обладать знаниями, и просто таких специалистов, таких центров меньше. Все-таки здесь есть своя специфика. То есть если человек ограничивает себя в питании, при этом у него уже начинает формироваться или сформирована алкогольная зависимость, очевидно, ему требуется еще дополнительная помощь, кроме той, которая обычно оказывается при РПП. И еще здесь одна проблема связана с тем, что алкогольная зависимость – это почти всегда, как говорят тоже специалисты, эгосинтонное заболевание. То есть заболевание, которое сам человек не считает заболеванием. И если спросить, я думаю, каждого практически первого студента, неважно у нас или за рубежом, относительно употребления алкоголя, то есть является ли это проблемой, наверное, каждый первый скажет, что нет, это норма, это что-то обыденное. И даже если он по каким-то формальным критериям употребляет так, как человек с зависимостью, навряд ли человек это признает. А, соответственно, почему эта проблема? Потому что это создает трудности при обращении за помощью. Если я то, что со мной происходит, не считаю проблемой, не считаю расстройством, то что меня побудит обратиться за помощью? Либо какие-то серьезные проблемы со здоровьем, но когда они возникнут, ситуация может быть уже достаточно плачевная, ну, либо, возможно, там близкие. Но опять же близкие, когда это подросток, например, который живет в семье, и у него возникает, допустим, анорексия, близкие могут это увидеть и вовремя забить тревогу. Если это студент, который сепарирован уже от родителей, живет там в студенческом городке, да, видится нечасто, то понятно, что близкие не так оперативно могут на это отреагировать. Вот, поэтому это такой достаточно высокий риск. И еще одна особенность, это риск развития анорексии при восстановлении другого расстройства пищевого поведения. То есть в данном случае анорексия может развиться как следствие процесса восстановления другого РПП, например, от анорексии. И один из таких примеров, женщина, которая проходила этап восстановления от РПП, вот, собственно говоря, она написала, но это краткая выжимка, можно почитать по ссылке более подробно, что я использовал алкоголь как механизм совладания с тревогой. Да, то есть на этапе восстановления от расстройства пищевого поведения основного, да, когда там стало улучшаться, стали в целом отношения с едой, но при этом до конца она еще не выздоровела, да, вот родился такой, ну, бессознательный, да, скорее всего, вариант использовать алкоголь, чтобы справляться с тревогой. А тревога возникала по нескольким причинам. То есть, во-первых, чтобы быть способна есть ту еду, которая эмоционально воспринималась как дискомфортная, да, во-вторых, в ситуациях, в которых я не чувствовал себя комфортно в связи с едой, например, приглашение поесть, там еда в ресторане, день рождения, там и так далее, да, и вот, ну, это специфически может быть в ее случае, да, из-за сильного страха, что я не смогу заснуть из-за бессонницы, вызванной анорексией в прошлом, которая преследовала меня уже пару лет, да. Таким образом, она пишет, если вы правильно посчитали, то я выпивала каждый вечер, потому что каждый вечер появлялась хотя бы одна из упомянутых выше причин. Более подробно тоже можно по ссылке посмотреть. Вот. То есть, по сути, скажем так, мозг, да, наше подсознание может вот в ситуации восстановления от РПП, ну, фактически сделать такой трюк, что типа, да, ты ешь, ты, например, не ограничиваешь себя как при анорексии, твой вес там, может быть, набирается, ну, набирается, имеется в виду, до нормального, да, и типа, все хорошо, но просто ты немножко начинаешь больше выпивать, да. И вроде бы это может даже казаться не связанной никакой вещи. На самом деле, бессознательно это может быть способ уходить от той тревоги, которая еще остается по поводу еды, ну, как-то справляться с ней. Вот. Если говорить про опасности, то есть, чем, собственно говоря, опасно это расстройство, понятно, что во многом оно опасно именно тем, что человек злоупотребляет алкоголем. Поэтому здесь есть риск алкогольной зависимости, вполне реальный, да, алкогольная интоксикация, особенно в связи с тем, что часто употребляется алкоголь на голодный желудок или при таком дефицитарном питании, когда человек не получает достаточного количества пищи и при этом употребляет алкоголь. Риск заболеваний ЖКТ, тоже, кстати, во многом связанный с тем, что алкоголь может употребляться на пустой желудок. Риск сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшение когнитивных функций, памяти, внимания, да. Дефицит микроэлементов, витаминов, электролитов, как правило, связанных, так же, как при анорексии, именно с очень сильным ограничением в питании. Ухудшение качества кожи, волос, ногтей, ну и рискованное сексуальное поведение. Ну и вообще, в принципе, риск более импульсивного поведения в разных сферах, не только в сексуальном контексте. Если говорить про то, что можно делать, то самостоятельно, наверное, делать можно мало чего. Но, тем не менее, можно обратить внимание на некоторые вещи. Во-первых, обратиться к специалисту на предмет, все-таки, диагностики и выявления, есть ли у меня алкогольная зависимость, формируется ли она, или то, как я употребляю алкоголь, это, ну, пока находится в пределах нормы. Потому что, опять же, многие люди, злоупотребляющие алкоголем, склонны вытеснять то, что они именно злоупотребляют. Человек, страдающий алкогольной зависимостью, очень редко признается сам, что да, он страдает алкогольной зависимостью, он не справляется, не контролирует уже ситуацию. Поэтому, зная специфику этого расстройства, зная, что чаще это встречается у студентов, колледжей, университетов в таком возрасте, чаще у девушек, чем у парней, если вы попадаете в эту категорию, условно говоря, риска, и действительно употребляете, пусть даже периодически алкоголь, неплохо бы, как минимум, обратиться к специалисту, чтобы проконсультироваться, а не является ли это уже, ну, началом расстройства, да. Второй момент, это стараться в любом случае что-то съесть перед употреблением алкоголя, пусть даже это будет какое-то небольшое количество еды, да, это однозначно будет лучше, чем если вы не поедите вообще и будете выпивать на голодный желудок. То есть, последствия физиологические, последствия эмоциональные в плане дестабилизации деятельности психики, они будут выше, если употреблять алкоголь без еды. Поэтому, хорошо, да, если вы, например, не можете от алкоголя отказаться, не можете сократить его количество, не готовы есть так вот полностью, полноценно, хорошо, но тогда хотя бы начните с того, чтобы, ну, как бы взять себе за правило, да, что перед тем, как я выпиваю, я все равно что-то съедаю, что-то должно быть в моем желудке. Вот. Ну и, конечно, очень неплохо бы обратиться за помощью еще относительно тревоги по поводу внешности, желания похудеть или ограничения в еде. Потому что это, как правило, всегда присутствует особенность при драконкорексии, и с этим желательно разбираться тоже отдельно. Это тоже, ну, нездоровая история, да, когда я не принимаю свою внешность, когда я хочу похудеть, постоянно контролирую еду, тревожусь насчет этого. И, конечно же, это не решается алкоголем никогда, ни у кого, никаким образом. Да. Вот. Если говорить про то, где можно почитать подробнее, если про предыдущие расстройства пищевого поведения, я рекомендовал более, ну, такую специфическую литературу для каждого расстройства. Здесь, к сожалению, такой литературы нет на русском языке, возможно, появится в будущем. Поэтому могу лишь сослаться на, как бы, более общие такие книги, которые затрагивают тему внешности, питания, да, и расстройства пищевого поведения. Вот. Это и Николь Шнакенберг «Мнимые тела, подлинные сущности», это Юлия Лапина «Тело, еда, секс, тревога», это и книжка по орторексии, недавно переведенная, «Когда здоровое питание вредит», да, это вот вышедшая совсем недавно «Пособие по самопомощи победить расстройство пищевого поведения», ну, и вот ряд еще других книг. Вот. Если вы по критериям, которые мы обозначали, да, по каким-то другим аспектам, которые были сейчас в видео, поняли, что у вас, похоже, есть это расстройство, или у кого-то из ваших близких, и вы считаете, что вам нужна помощь, вы можете обратиться, за этой помощью вы можете обратиться ко мне, я работаю с расстройствами пищевого поведения достаточно давно, безусловно, я могу оказать только психологическую помощь, поэтому, если требуется помощь психиатра, помощь терапевта, других смежных специалистов, я всегда рекомендую к ним обратиться, да. Вот. В случае с дранкорексией это, ну, практически в 100% случаев потребуется, да, потому что, ну, если особенно сформирована уже алкогольная зависимость, да, алкогольной зависимостью, лечением я не занимаюсь. Вот. Но тем аспектом, который связан с контролем еды, с восприятием своей внешности, да, по этому поводу вы можете обратиться, контакты есть в описании к видео. Поэтому большое спасибо за внимание, если будут вопросы, задавайте, обязательно на них отвечу. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.